приветствую всех с вами фан и сегодня я бы хотел снять видео о моем новом зарядном устройстве toolkit m7 которыми я пользуюсь уже полгода и в общем-то я хотел поделиться своими ощущениями мыслями которые у меня сложились за это время и вообще сказать плюсы-минусы а также показать несколько лайфхаков которых я придумал для удобства пользования этой зарядки ну давайте же начнем в целом как бы вот я купил ее примерно полгода назад как я говорил то есть осенью за 2000 с чем-то 2200 2300 рублей на озоне вот там была распродажа и как бы до этого основным моим зарядным устройством был аймакс b6 копия а теперь вот этот и это реально круто смотрите вот эта зарядка вот она такая маленькая и она теперь до заменяет полноценной макс и даже имеет более широкий функционал в общем то она выглядит вот так что она из себя представляет здесь у нас экранчик есть у нас энкодер который крутится нажимается и кнопка ну здесь также указано что она заряжает 1-6 с и 10 ампер мощность то есть мощностью 200 ватт аймакс около сколько 60 70 ватт то есть мы примерно меньше она и мощнее это вообще круто с левой стороны у нас здесь вход значит преимущество то что она питается от 7 до до 28 вольт входного напряжения что позволяет нам без проблем использовать ноутбучные блоки питания чего нельзя было делать с аймаксом это тоже как бы плюс у данной зарядки то есть не надо париться можно какой-нибудь 24 вольтовый блок питания использовать тоже я считаю круто также здесь у нас есть вход можно подключить в общем-то сигнал генерировать или измерять то есть ну сигнал от приемника или на приемник серву допустим там или что-то еще я этим не пользовался особо говорить за это не буду и также у нас есть юсб-выход 5 вольт 2 ампера можно что-нибудь зарядить справа у нас все как обычно балансировочный разъем один тире ну точнее два тире 6s и есть также силовой разъем на аккумулятор и в общем то сзади у нас есть ножки удобные чтобы она у нас лучше охлаждалась и вентилятор весь корпус практически который работает на двух скоростях там первое при 45 градус включается 2 при 53 ну там зарядки встроен датчик температуры чего тоже в аймаксе не было аймакс грелся постоянно вот а здесь все как бы предусмотрено все автоматически вентилятор особо не шумный днем не напрягает может разве что вечером далее в чем прикол этой зарядки опять же вот у нас есть допустим такой аккумулятор дутый но неважно 3s ну и мы можем просто соответственно само собой подключить его на вход и у нас зарядка запускается да и здесь показывается входное напряжение в общем то также в чем еще плюс этой зарядки то что мы можем допустим аккумулятор сюда подключить и разряжать его в этот наш аккумулятор то есть есть такой режима recycle это круто но этим не пользовался вот поэтому да такой прикол с но опять же это не все прикол этой зарядки мы можем подключить аккумулятор вот отсюда куда обычно она подключается для зарядки и она у нас также включается это прям вообще после аймакса это было для меня удивительно также подключая бонсерочный разъем и все могу использовать зарядку как тестер и смотреть напряжение по банкам что согласитесь удобно но и здесь у нас показывается что на входе у нас ничего нет то есть держать мы не сможем и также мы видим наверху температуру и нам случае мощность который потреблять зарядками сейчас все по нулям вообще вот данный встречает такой приветственный экран я особо не буду углублено рассказывать поскольку это не обзор это больше опыт эксплуатации обычная заряжала липошки 2 3 4 с и допустим вот я нажимаю на эту кнопку здесь у меня выбраны липо банки на самом определяет тоже что удобно вот мы либо заряжаем либо разряжаем либо сохранение storage и выбираем ток опять же до 10 ампер она может выдать ну в общем то обычно использую 4 либо 3 ампера мне этого хватало и нажимаем старт ну тогда у нас пойдет зарядка все круто все удобно все понятно здесь отображается когда у нас заряжается аккумулятор у нас также здесь еще появляется дополнительный меню показывать сопротивление банок ну в принципе сопротивление банка если вы хотите вы можете так его измерить но сейчас мы не можем потому что нас ничего не подключено вот соответственно тоже как бы круто но хотя вроде в последних аймакс мини это было тем не менее можем опять же сюда зайти в эту менюшку дополнительную утилиты я бы назвал и вот здесь мы можем измерять сигнал но сейчас ничего не подключено или можем сигнал output то есть в общем то я говорю этим не использую не не пользовался но можем генерировать сигнал и тестировать регулятор этим тоже не пользовался обычному человеку мне это не надо мне что пригодилось power это можно использовать ее как блок питания это очень круто как лабораторный блок опять же ток максимум до 10 ампер и получается напряжение 28 вольт ну понятно 28 вольт у нас не будет 10 ампер скорее всего потому что это уже будет больше чем 200 ватт но тем не менее там все это как-то самоавтоматически регулируется вот особо говорю здесь есть все типы аккумуляторов которые вам могут пригодиться как обычному простому моделистовую я не будучи столько про это рассказывать о чем бы хотел сказать плюсы и минусы которые выделил у данной зарядки ну опять же хочу сказать единую плюс подчеркнуть то что и размер смотрите она практически вот с аккумулятор размер показать вот то есть она реально небольшая компактно удобно брать с собой это просто вот я не знаю что может быть меньше но на самом деле есть зарядки меньше но как бы это из недорогих это прям топчик ну и соответственно она самобытная у нее есть экран и энкодер ничего не надо подключать настраивать просто все что надо здесь подключили питание подключили аккумулятор и погнали дальше плюс который бы хотел отметить опять же это ее мощность 200 ватт то есть реально это хватает с головой вот я никогда не использую больше 100 ватт у меня блок питания где-то на 70 80 вот то есть но есть конечно такие люди которым пригодится эта мощность но опять же за свои деньги две с чем-то тысячи 200 ватт это весьма солидно я считаю это прям ну это круто дальше плюс который бы хотел отметить это разрядка да у нас во всех зарядах есть режим разрядки как бы это глупо не звучало тем не менее им постоянно пользуюсь поскольку я люблю смотреть сколько аккумулятор отдает и допустим смотрите если здесь нам нужно ну ставим режим разрядки и здесь у нас есть внутренние ну и соответственно мы запускаем внутри ампера она 3 ампера конечно же не даст поскольку да она сейчас не запускает поскольку питание не подключено на 3 ампер не даст поскольку в общем не сможет она это количество тока рассеять потребить и есть такой пункт external соответственно у нас можно подключить внешнюю нагрузку и это первый такой лайфхак от меня как я это реализовал просто взял две галогеновые лампочки от автомобиля спаял их последовательно вот и то есть мы подключаем теперь на соответственно вместо питания и теперь мы можем здесь мы выбрали внешне и смотрите я могу поставить вот хоть 10 ампер и запускаем это дело что будет ярко и смотрите да мы можем 10 ампер но опять же зависит от того какую нагрузку вы подключите если там у вас не будет она по мощности подходить вы не сможете 10 ампер можно какой-нибудь резистор найти там я не знаю мощный тоже и смотрите вот оно пошло 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 все и вы можем да опять же и теперь мы видим сопротивление и мы можем вот так разряжать аккумулятор вообще круто во первых это быстро во вторых это зарядка не перегревается у вас не раскаляется до красна и в третьих это это удобно реально это это круто поэтому сейчас мы выключаем то есть сослепну вот это первое такое весомое еще для меня преимущество и первый мой лайфхак который я вот сделал реально это копейки стоит сильно удобнее чем разряжать на внутреннее сопротивление зарядки которая греется и шумит и в принципе да опять же по мощности не то вот ваймаксе нельзя было подключать внешнюю нагрузку вот за это я именно хотел toolkit и я прям очень обрадовался когда смог так делать дальше чтобы еще хотел отметить как плюс это то что я вначале упомянул широкий диапазон питания поскольку ну реально можно использовать как 12 вольтовый блок питания как 15 вольтовый 16 17 любой блок от ноутбука компьютерный блок блок ноут с 24 вольта главное чтобы была мощность подходящие то есть широкий диапазон реально плюс в отличие от аймакс у которого там до 18 что ли вольт все что выше нельзя как бы и это сильно ограничивает так скажем выбор блока здесь же реально проще подобрать бог и по мощности получается в том числе вот но в принципе говорю по удобству опять же всего это вытекает так что это зарядка реально оправдывает свои деньги ну конечно минусов не обошлось без минусов поэтому минусы которые для себя заметил смотрите да ну да можно отметить минусы что шум вентилятора на самом деле потому что тут он есть ваймаксе у него не было он был полностью бесшумно здесь бесшумно никак не получается у вас в любом случае вот этот вентилятор несколько раз несколько десятков раз возможно за зарядку будет включаться выключаться либо включится будет работе постоянно зависит от того как зарядка балансирует много ли и мало ли да это такое как бы если вы заряжаете вечером там когда у вас тихо в комнате ну шум он есть от этого никуда не деться но в принципе ну такое придется с этим жить ну и осмирился как бы наушники надел и все особо не мешает дальше минус который я заметил еще ну как заметил опять же зарядку нас типа полевая да здесь смотрите на за этим вентилятором все открыто у меня уже туда набилась пыль вот и туда может если возьмете в поле там уроните на землю туда может попасть что-то нежелательно и как бы будет не круто на самом деле я не знаю как и разбирать чистить можно ли не занимался этим и как то не вижу болтов чтобы разобрать это все аккуратно поэтому никакого полевого фильтра ничего там нет все напрямую для лучшего охлаждения но вот как бы из этого есть недостаток дальше есть что такой прикол что здесь лагает вот этот энкодер то есть я хочу топ вот я быстро кручу а у меня она смотрите ну видите что происходит поэтому надо крутить вот буквально по шагам даже вот так плавно и все работает тогда кто перескакивает вот видите да это тоже такой недостаток если вы хотите быстро что-то вот да вот так у вас быстро ничего не получится здесь надо все аккуратно делать в общем то да и все как бы в остальном меня зарядка полностью строит и также показываю еще один лайфхак который я применял тоже с этой зарядкой если вам нужно мне нужны свои два одинаковых аккумулятором случае можно взять 2 3s одинаковых подчеркиваю одинаковых либо 22s то вот у меня есть такая у меня конкретно этапа 22s такая штучка я спаял смотрите здесь у нас вот так вот 4s разъем здесь у нас ну разъем для зарядки соответственно мы сюда подключаем папа и балансировочный опа и что мы имеем на выходе 2 разъема по два аккумулятора соответственно подключаем два одинаковых аккумулятора силовой балансировочный слоу балансировочные и заряжаем допустим в данном случае 22s как 14s и что получается что у нас зарядка видит каждую банку каждого аккумулятора поскольку балансиры есть и то есть как ну мы заряжаем два аккумулятора от одной зарядки опять же по мощности и и хватает я могу заряжать хоть 4s получается 6 ампер и этого хватит да но я так не заряжаю и как бы вот я заряжаю меньше там 4 ампера у меня во-первых блок не позволяет во вторых я особо не тороплюсь я всегда перед покатушки за день заряжаю аккумулятор у меня их не так много но тем не менее опять же такой лайфхак от меня вот как бы все работает стабильно все нормально все безопасно пользуйтесь кому надо это если вам не нужно если вы не хотите покупать двухпортовую зарядку вас одинаковая кума с разными аккумуляторами конечно так не выйдет поскольку ну они будут заряжаться по-разному и зарядка будет их балансировать это будет ненужное ненужные действия в общем то не надо так делать только одинаковые аккумулятор вот ну в общем то все что я хотел сказать об этой зарядки реально крутая стоит своих денег я считаю что аймакс уже в прошлом но это такое мое личное мнение когда вот можно за не сильно дороже где-то может дешевле купить вот такую компактную зарядку по мощности превосходящего и макс по функционалу тоже по удобству ну кому как но мне как бы я не заметил я бы не сказал что она неудобно или что-то еще аймакс кнопки здесь он кодор ко всему можно привыкнуть дисплей мне тут очень нравится в нем есть темная тема если вы фанат в целом дисплей информативный все показывает все круто видно просто понятно вот так вот пишите свои мнения по этому поводу в комментариях с вами был инфан всем удачи всем пока заряжайте аккумуляторы круто быстро безопасно и до новых встреч аккумуляторы Продолжение следует...